Патриоты Алтая Валерий Анатольевич Мазуров 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 И сегодня это объединение вызвано Валерий Анатольевич Мазуров 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 информации о том, о той информации, которую предлагают нам указать в СМИ, указанные выше документы. Что ассоциация за этот год сделала и что, может быть, хотелось отметить в своей работе? Как бы первое мероприятие, которое провела ассоциация, и с чего, так сказать, началась наша работа, это ассоциация совместно с университетом Алтайским государственным, на их базе мы провели первое такое мероприятие, это был День Героев Отечества, где собралось более 400 участников, из них 300 было только участников боевых действий, и участников именно специальной военной операции, где они были приглашены с семьями, и семьи, дети, они увидели, как чествуют их отцов, их братьев, героев, потому что люди, которые сейчас находятся на выполнении боевых задач СВО, это элита нашей страны, это корень нашей страны, и они готовы пожертвовать собой ради того, чтобы мы жили. Также нашей организацией было за этот год проведено масса спортивных мероприятий, это и чемпионат, мы участвовали в чемпионате России по панкратиону, чемпионаты Алтайского края по различным видам спорта, поддерживая наших партнеров, также декада инвалидов боевых действий, которая, ну, проходит, как всегда, осенью. Потом, также за этот год наш центр специальной подготовки Сергея Кузнецова, который является нашим партнером, и как бы мы совместно работаем за этот год, и даже, можно сказать, мы раньше это все начали, мы подготовили очень много наших жителей Алтайского края для участия в специальной военной операции. Также центр специальной подготовки, он с самого начала специальной военной операции, так как мы имеем достаточную квалификацию, мы занимались подготовкой и консультацией всех, так сказать, специальных подразделений, находящихся в Алтайском крае. Вот буквально неделю, две недели назад мы завершили подготовку также наших земляков в одной из частей Алтайского края, военных частей, которые убыли для выполнения боевых задач на территорию СВО. То есть это именно практика, да? Да, именно практика, именно уже более пяти лет мы занимаемся специальной военной подготовкой, так сказать, предлагаем нашим жителям пройти специальную военную подготовку, чтобы быть готовым, быть готовым, потому что мы живем не в простое время, и, так сказать, все еще, все тяжелое впереди, это только начало этого пути. У нас это заблуждается, говоря, что мы там, выполняя боевые задачи там на Украине, на наших новых территориях, которые присоединились к нам, мы воюем с украинцами. Да мы не воюем с украинцами, мы воюем с блоком НАТО. Я думаю, что кто еще не понял, он должен это понять и с полной серьезностью к этому отнестись. Поэтому, так сказать, мы еще активно принимаем участие в деятельности русской общины, которая, так сказать, именно поднимает наши исторические, так сказать, ценности русские, да, что, как сказать, пытается объединить именно коренное население России. И, поэтому, я скажу так, за этот год гуманитарная помощь, мы занимаемся очень долго гуманитарной помощью, вообще мы занимаемся с 2015 года этой всей темой. Члены нашей организации периодически принимают участие в боевых действиях, на участие в специальной военной операции. Члены организации у нас постоянно там одни в отпуске находятся, другие там приезжают. И, занимаясь гуманитарной помощью, мы делаем акцент на высокотехнологичных приборах, на оборудовании. Конечно, там все жители как могут, да, помогают нашим землякам, но мы нацелены на и занимаемся высокотехнологичным оборудованием, которое, так сказать, ну спасает. Если носки одного человека обогреть могут, да, то там станция РЭП, она накроет куполом сразу целую территорию фронта. Поэтому, как бы, работа продолжается, не останавливается. День ветеранов, боевых действий мы провели в формате семейного праздника и сдача норм ГТО, потому что именно родители, именно родители должны быть примером для своих детей. Владимир Анатольевич, можно ли коротко, тезисно, емко сформулировать сверхзадачу ассоциации? Сверхзадачу? Я бы сказал по этому поводу следующее. Вот те люди, которые сегодня состоят в составе ассоциации, да, я думаю, что и общественных организаций, края не только, сверхзадачу не ставят. Наверное, мы рассматриваем свою работу реально, то, что можем. Причем, пока мы не просим каких-то там особых нам привилегий, но в качестве сверхзадачи, если так, конечно, условно можно выразиться, мне бы хотелось, чтобы в Алтайском крае и по всей России серьезно относиться к вопросу консолидации государства и общества противостоянию, значит, военно-политическому блоку НАТО. Почему? Потому что только совместными усилиями мы можем сдерживать те самые желания, которые сегодня высказывают и Вашингтон, и Женева, и ряд других лидеров Западной Европы по расчленению и уничтожению России. Что только мы вместе можем эту работу сделать. Игорь Натальевич, спасибо, что уделили нам время. Я напомню, что сегодня мы говорили о работе Ассоциации Патриота Алтая, которая объединила 12 общественных организаций региона. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Ассоциации Патриота Алтая